Введение в мир математики и этот курс рассчитан для любых детей, то есть любого возраста с 7 до 10, а может быть вам и 12 лет, вы пришли узнать, слушайте, вот интересно, что такое математика, нестандартные задачи, олимпиадные задачи, все, что выходит за рамки вашей школы, что вряд ли в школе расскажут. У нас есть вот такая книга, Александр Васильевич Спивак, это который сегодня нам Александр Васильевич устанавливал камеру, он будет обрабатывать записи и выкладывать их в интернет. Надо пытаться сделать самому по максимуму, найти задачку, полистать, что-то понравится больше, что-то меньше, сделать самому по максимуму, но если очень трудно, если родители хотят посмотреть, ну почему бы и не посмотреть. Это абсолютно нормально, здесь никто никого за руку не ловит. Ну я вас хочу поздравить с началом нового учебного года, потому что сейчас каждый из вас считается уже поступившим на малый их мат. Вот в мою группу вы уже все поступили, уже отчислять никого не будем. Задача ваших родителей только смотреть за регистрацией, чтобы вам было вовремя оформлен пропуск на вход. Кто понял, что он уже зачислен, что он уже прошел все конкурсы, все испытания и уже пришел учиться. Поднимаем выше, не вижу. Это подняли руки те, кто зачислен. Хорошо, опускаем руки. Разумеется, у нас будут материал, иногда сложный, вычислительный, иногда устный, надо послушать рассказ, иногда надо будет нарисовать картинку. Разумеется, у вас много, поэтому перекличку мы делать не будем. Но в конце часа мы сделаем небольшую работу. Вы возьмете листочек, ну обычный бумажный листочек, можно вырвать из своей их ради, переклички не будет. Если мы сейчас все друг другу назовем, как нас зовут, мы потратим очень много времени. Но мне надо знать, кто у меня на уроках присутствует. Правильно? Поэтому я спокойно, когда вы уже уйдете, проведу кружок у второй группы, у них трехчасовой кружок для продолжающих, они уйдут. Я проведу еще кружок по геометрии. И вот 8 часов счастливая, довольная Елена Борисовна наконец посмотрит, кто же у нее на кружке сегодня был. И соответственно, что он успевает делать. Однако, многие расстраиваются. А вдруг Елена Борисовна узнает, что меня не было. Вот сейчас папа долго, грустно объяснял, что первый день они не могут прийти. На что я, конечно, обнадежила, что вы не можете прийти не просто сегодня, что вы будете пропускать в течение всего года. Потому что мы понимаем, что люди болеют. Правильно? Болеют? Болеют. Мы понимаем, что люди уезжают на каникулы. Мы понимаем, что в школе объявляют экскурсии, от которых невозможно отказаться. Согласны? Да. И в это время, конечно же, вам надо будет уйти. Значит, считайте, что я всех отпускаю. Всем понятно? Не надо отпрашиваться, не надо бояться. Вы временно сегодня отсутствуете. Когда выздоровеете, когда приедете с экскурсией, когда приедете от бабушки, или просто когда закончатся огородные работы на даче, вы приходите и продолжаете учиться. Всем понятно? Да. Всем понятно. Теперь про зачисление. Всем понятно, что мы, вот этот кружок, все зачислены. Теперь давайте про отчисление. Ну, что вам сказать про отчисление? Нас Александр Васильевич Спивак говорит так, что никаких отчислений не бывает. Значит, мы на своих кружках, ни я, ни Александр Васильевич Спивак никогда детей не отчисляет. То есть, если вы устали ходить, если вы хотите посетить другой кружок, пожалуйста, вы можете посетить другой кружок. Если вы устали ходить или разболелись, или вдруг ваши родственники не могут вас возить, спокойненько, значит, вы сегодня не можете приехать, вы перестали ходить. Но, вот так, чтобы Елена Борисовна взяла и сказала, что ты отчислен, ну, это, наверное, будет какой-то нонсенс. Наверное, себя надо как-то очень плохо вести. Так? Вот, ну, обычно, даже если человек плохо ведет, мы договариваемся, разговариваем с ним, с родителями и, соответственно, находим взаимопонимание. И обычно дети все-таки продолжают учиться. Даже среди тех, кто пришел на этот кружок, вы видите, есть достаточно ребят, которые ходили уже на мои другие кружки или на мои кружки в прошлом году ходили. Все. Итак, значит, нам нужно, нам нужно учебник. Если у вас его сегодня нет, то же самое, ничего страшного. Но желательно вот этим верхним кружком потихонечку задачки отсюда начать решать. В прошлом году кружок, который сегодня называется продолжающим и работает с двух часов, он в прошлом году прорешал 400 задач. Вот мы с ним уперлись и с первой по 400 задачу решили. Ну, надеюсь, что ваши, соответственно, возможности в этом году будут не меньше. Поэтому второй кружок с двух часов назвать продолжающим. И там мы пойдем, соответственно, начиная уже с 400 задачи. Ну, а с вами мы будем пока решать то, что в начале. Разумеется, будут лекции. Внимательно смотрите, следите. Да? Так, пожалуйста, поднимите руки. Кто понял, что его не отчислят? Вот эту мысль должны донести до родителей. Всем понятно? Да. Понятно. Чтобы никто потом не пострадал. Хорошо.